В план очередного объезда съемочная группа БН включила четыре новостройки на юго-западе. Они находятся в соседних кварталах вдоль Ленинского проспекта в зеленом микрорайоне в окружении парков. В районе развитая торговая и развлекательная инфраструктура, много магазинов, спортивных и детских площадок. Первый комплекс Тринити на углу проспектов Ленинского и Кузнецова от компании Юитлинтек. Согласно проектной декларации, три точечных дома должны быть сданы до 13 марта 2013 года, но внешне выглядят полностью готовыми. Рабочие ведут благоустройство придомовой территории. Первые этажи отданы под нежилое использование, на остальных квартиры от одной до трех комнат. Участок компания получила еще в 2006 году и по одной из первой версии проектной декларации построить комплекс должны были до сентября 2010 года. Однако планы компании поменялись и только летом 2010 года этот жилой комплекс появился в продаже. Разрешение строительства было получено в июле 2008 года, оно продлевалось и сейчас оно действует до 13 марта 2013 года, когда должны быть сданы в эксплуатацию дома этого жилого комплекса. Квартиры традиционно для застройщика Юит реализуются по 214 федеральному закону по договорам долевого участия. Тринити находится в окружении множества других новостроек, в их числе следующий наш объект – комплекс Монреаль, который по соседству возводит компания Сэтл Сити. В компании сообщают, что сдача дома госкомиссии запланирована на текущий месяц. Дом достроен, на фасадах уже появились фонари и адресные таблички. В Монреале только десятая часть квартир – двушки, остальные – однокомнатные. В продаже появились квартиры в этом жилом комплексе осенью 2010 года, первоначальный срок сдачи – второй квартал 2012 года. Теперь на сайте застройщика говорится, что согласно графику строительных работ, плановый срок сдачи – сентябрь этого года 2012. В проектной декларации указан чуть более отдаленный срок – декабрь 2012 года. Разрешение строительства было выдано в октябре 2010-го. Продажи ведутся тоже по традиционной схеме для застройщика по 214-му федеральному закону. В этом году должен быть сдан и третий объект – жилой комплекс «Аквамарин-2» от компании «Сфера». Но, судя по внешнему виду, он отстает от двух предыдущих. Здесь еще только идет остекление фасада. Правда, разрешение на строительство действует до 13 марта 2013 года, так что застройщик успеет сдать дом в срок. В доме имеются одно и двухкомнатные квартиры. В продаже этот жилой дом появился в конце 2010-го года. Разрешение строительства получено в ноябре того же 2010-го года. Нынешний срок сдачи – 4-й квартал 2012-го. Надо сказать, что срок сдачи тоже переносился. Квартиры реализуются традиционно для этого застройщика по схеме ЖСК. Последний адрес ЖСК – дом БДТ на углу Ленинского проспекта и улицы Доблести. Строеплощадка не внушает оптимизма. На корпусе, который должен быть сдан в этом году, нам удалось обнаружить только трех рабочих. На двух соседних жизни нет. Краны не работают, техника стоит. Срок их сдачи – 2013-й год. Возможно, рабочие займутся ими после ввода первого корпуса. Жилой комплекс «Дом БДТ» – застройщик Академический большой драматический театр имени Товстоногова, генеральный подрядчик ООСК «Навис». В продаже этот жилой комплекс тоже появился осенью 2010 года. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2012-го. Он не менялся. Вторую очередь два корпуса предполагается сдать в третьем квартале 2013-го года. Однако, нужно обратить внимание на то, что разрешение строительства, которое было получено в августе 2011-го года, действует до 23 мая 2014-го года. То есть, у застройщика есть некоторый лаг по времени. И продаются квартиры путем вступления в жилищно-строительный кооператив. Красносельский район – один из лидеров по строительству жилья, поэтому здесь остро стоит проблема детских садов и школ. В трех кварталах вдоль Ленинского проспекта, между улицей Десантников и проспектом Героев, в ближайшие годы должно быть сдано несколько новых жилых комплексов в общей сложности на 3500 квартир. Остается надеяться, что три новых детских сада и две новых школы, которые должны быть построены в этом районе, поспеют вовремя. Одна школа и один сад в этом году уже начали свою работу. А вот с решением транспортной проблемы будет сложнее. До метро местному населению приходится добираться на перекладных. Собственная станция здесь появится не раньше 2018-го года. Так что будущим новоселам нужно быть готовыми несколько лет штурмовать переполненные маршрутки. Ольга Мягченко, Дмитрий Маклаков, БНТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова